И вот жертвы одним придумали добрый десяток способов, который направлен, а, на приближение плодоношения, и, б, на ограничение роста. Полностью мы все это рассматривать не будем. Помните, Иролаш, не дружи с Васькой, он тебя плохому научит, не дружи с Васькой. Если вы не хотите, чтобы я вас научил плохому, полностью целый доклад от меня не требуйте. Хотя это было бы очень важно, но, наверное, уже в научных кругах, чтобы сказать. Подумайтесь, кандидаты и доктора, цинкоры и профессора. Самое главное из них – удушение, гнуки, переворачивание коры. А получается, что достаточно компактные деревья. Все это калеченье и то, и другое, и третье. Все это калеченье дерева, которое приводит к раннему плодоношению, к урожаю, назовем, предельному. А то, что он предсмертный, это термин ввел в садоводство, современно не ввел и получается, а будущее садоводство. Предсмертный урожай. Об этом, к сожалению, у нас искалечили. Ой, такой урожайший. И вот тут-то дальше на этом все. А да, оно потом загнулось. А причину на эту другую. А вот его нормальное дерево, на нем все искалечено. А его старались, гнули, душили проволокой. Переворачивали кору, опять ее присобачивали. Вот, еще искусят способов. Ладно, то, что просто стесывали кору. А потом оно взяло, дало прекрасный урожай. А потом оно покрылось, естественно, чем мхи, лишайники и грибы. Грибы, мхи, лишайники. Лишайники, грибы, мхи. Вот. И люди сказали, вот эти специалисты, не видят так, собственно, носа. Вот они, вот оно заболело, вот они виноваты. А так, это как хорошо подолосило. Вот. А я все вспоминаю эту самую, шутливую эту поговорку. Значит. Кору этот, конь сдох. Говорит, ну еще. Вот, отучил я его кушать. Уже все, еще бы два дня бы, и уже бы все, привык бы не кушать. Нет, сдох от голода. И вот здесь то же самое происходит. Я тогда написал. Вот. Жуткую вещь. Вот это не мое выражение, но вдумайся с него. Если смотришься в бездну, бездна смотришься в тебя. Не найти связи между калечением дерева и мхами, грибами этими самыми. Решальниками. Это просто удивительно. А как это могло случиться 21 век, 22 год. Грибные болезни, грибные болезни, грибные болезни, грибные болезни. Миллионы, нет, не по рассмотру, не миллионы. Миллионы только публикаций. Каждый считал своим долгом. Это же так легко. О, еще раз говорю. Вот это все ранее плодоношение и ограничение роста. Ради этого. Ранее плодоношение. Помните, мой этот посылат мой Исаевой, которая, можете не знать даже, что она, половину закона, всемирного закона развития природы, принадлежит Исаевой. Защитила. Но, видимо, те, кто ее диссертацию засчитывал, Мичуринске не прошла. Прошла почему-то в Новосибирске. Там кто-то специалист? Ой. Посылались в Мичуринске. Там ей дали доктора наук. И даже не поняли, что натворили. Так вот, это ранее плодоношение. Вот. Ограничение роста или там обрезка на предприятиях. Это все уменьшение плодоношения. Не увеличение. Ничего. Итак. Три варианта по двое, я вам рассказал. Плюс, конечно, собственные. Проехали. Даю универсальные советы. Внимание. Вот это из книги. Я не буду автора говорить. Вот. Посмотрите внимательно. Да? Вы что думаете? Дерево от того, что его задушили, прекратили поступление туда, верхняя часть себя хорошо чувствует? Ну, даст яблоки, даст груши, даст сливы. Быстрее. Заплодоносить и умереть. Даже видите, как вот здесь в жду тебе получилось? Нет? Видите? Это как можно? А ты себя палец. Ладно, в руку. Возьми, передуши. Ты палец себе передуши. Что будет? Вот эта фантазия буйная, вот этих южан. На севере за то, наверное, не проходит. Вот мы сколько его поделили. Исключаем самые губительные советы. Это, помните, там была, а разница есть на юге, на севере. Вот, пожалуйста, я взял вот здесь вот, я сегодня нашел случайно, 40-го сегодня, да, сегодня, я взял с этого, 70 тысяч просмотров. Это значит, уже в этом, дзене, яндекс дзен, вот, 70 тысяч просмотров, 70 тысяч человек посмотрел. Что они посмотрели? Заглубление корневой шейки, медленная смерть дерева. Надо было, я неправильно написал. В других случаях, это быстрая смерть дерева. Вот, медленная у абрикоса, нет, у яблок, у вишенки, у слив. И быстрая у абрикоса в игрушку. Заметьте, никто никогда до меня не умудрился в одну подгруппу, по главным признакам сопротивления влаги, сопротивления прению. И у меня в одной группе, несовместивая вещь, абрикос и груша. А в другой, яблоня и слива. Ну и вишню, придачу. Понимаете? И вот там еще и быстрее эта смерть. А этот доктор наук, я бы не стыдно, еще раз показываю. Фильм, я снял фотографию прямо с экрана, и там посадка яблони, запятая круши. И вот такая ямища, еще бортики сделал. А для чего он этот фильм сделал-то? Зарабатывать надо было. Ну тогда хотя бы на холм бы посадил. Так он же про холм-то, я ничего не знаю, он же доктор наук. Откуда же мы узнать-то? А про Пятышко? Десятки миллионов саженцев, хоть на одном, в одном городе Пятышко видели? Или там полтысячи железовских, или тысяча саженцев решает проблему? Пятышко по всей России. А как можно узнать, где это самое корневое человека? Субтитры создавал DimaTorzok